в прошлом году. И это начинает выглядеть действительно пугающим предчувствием того, что происходит прямо сейчас. Сыграй эту роль. Потому что с самого начала Путин и его советники никогда не были заинтересованы в войне с НАТО или Соединенными Штатами. Вот почему у вас был такой постепенный медленный прогресс в движении вперед, оборонительные операции в течение длительного периода времени для наращивания сил, а затем продолжающиеся наступательные операции. У них более 300 боевых частей в резерве в России. И я думаю, что они сидят там и не выпускаются для боя, потому что президент Путин предвидит возможность того, что мы вмешаемся в Западную Украину. И если мы вмешаемся в Западную Украину, русские будут готовы к этому. И последствия для нас и для НАТО будут разрушительными, потому что мы не готовы сражаться с русскими. Сейчас Байден, похоже, не следит за тем, чтобы мы были готовы, или же он не осознает, что это риск. Примерно две или три недели назад он говорил о том, почему нам нужно принять это дополнительное финансирование для украинской стороны, потому что, позволю ли я ему рассказать об этом? Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО начать распадаться, совершенно не в интересах Соединенных Штатов Америки. И это противоречит нашему слову, которое мы давали с чувством правды, начиная с Эйзенхауэра. Так что самое время убедиться, что Конгресс вернется домой и примет закон о финансировании НАТО. Это очень важно. Хорошо, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу о том, что говорил Макрон, я хочу остановиться и поговорить об этом во второй раз. Потому что я не уверен о каких обещаниях, которые мы дали, говорит президент, о войсках, возвращающихся к Эйзенхауэру, которые имеют какое-либо отношение к конфликту между Россией и Украиной. У вас есть хоть какое-то представление о том, куда он клонит со всем этим. Я думаю, что он сбит с толку, что не является чем-то новым для президента Байдена. У людей в Вашингтоне очень странное представление об истории. Стоит отметить, что когда Эйзенхауэр был президентом, он считал, что все страны Балтии, Польша, то, что раньше называлось Чехословакией, и другие государства в регионе должны быть нейтрализованы. Так что Эйзенхауэр не давал никаких обещаний по поводу каких-либо действий в Восточной Европе. В договоре НАТО нет ничего, что обязывало бы нас что-то делать на Украине, да и не должно быть. Если у него есть обязательства, то это моральное обязательство, и оно заключается в том, чтобы положить конец войне на Украине. Он, похоже, не понимает, что война проиграна. Она была проиграна уже несколько месяцев назад. Русские упорно продвигаются вперед. Они продвигаются все ближе и ближе к реке. И в конечном счете, я подозреваю, что они примут решение переправиться через реку и разобраться с Одессой. И если им нужно будет двинуться прямо на Киев, то мысль о том, что мы должны остановить что-то из этого, абсурдно. Мы могли бы остановить это, как мы знаем, еще в конце марта-начале апреля, с помощью соглашения, которое мы могли бы помочь спонсировать и положить конец этой катастрофе. Мы сделали все, чтобы это продолжалось и усугублялось. У нас действительно есть. И теперь, когда похоже, что Макрон на самом деле собирается попытаться усугубить ситуацию. Так что, во-первых, давайте поговорим о том, что он сказал. А затем давайте поговорим о некоторых причинах, по которым он стоит за этим. Воспроизведите этот клип. Это наша война или нет? Можем ли мы отвернуться и позволить всему идти своим чередом? Я так не думаю. Я призываю к стратегическому рывку и полностью поддерживаю его. Мы должны быть реалистами в отношении ситуации, которая разворачивается в Европе, существующих рисков и того, за что мы должны выступать. А теперь, я думаю, давайте посмотрим. Я думаю, что это было возможно вчера, в минувшие выходные. Министр иностранных дел Польши подлил еще немного масла в огонь своего собственного. Посол? Это глупая ухмылка на его лице, типа, да, у нас есть солдаты НАТО, и я не собираюсь говорить, кто они в Украине. И, конечно же, мы знаем о проблеме с немецким канцлером, который недавно признал, что украинские и французские солдаты на самом деле там действовали. Но это отдельная проблема. Затем, конечно же, у вас есть Зеленский, который пытается сказать, да, у вас все в порядке. Вам всем нужно встать на мою сторону, когда он это говорит. Все лидеры и международные организации должны отреагировать на действия России. И реакция должна быть жесткой. Путин не хочет никакого мира. Он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого он убивает. Главная цель уничтожить. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, дорогие партнеры. Вот почему это вопрос выживания, и не только для Украины, но и для всего мира, чтобы он отреагировал на российское зло, оказал давление и нанес ответный удар. Так что вы продолжаете видеть, как президент Байден обычно говорит, когда он говорит об этом публично, что Эй, Украина не просит наших мужчин. Мы не собираемся посылать наших мужчин. Они просто хотят помощи. Но теперь вы видите, что он закладывает основу для того, чтобы сказать, что вы, ребята, должны прийти и помочь нам. Потому что если вы этого не сделаете, мы все умрем. Он собирается прийти за всеми нами. И Дук, я понимаю, почему он это говорит. Я имею в виду, что в его страну вторглись. Он хочет помощи откуда угодно и получит ее. Он скажет все, что угодно, чтобы заполучить их. Я это понимаю. Но не Макрон, не некоторые из этих других стран, которым нечего выиграть от войны с Россией и которые могут все потерять. Так в чем же заключается их игра здесь? Зеленский, архитектор войны, смерти и разрушений для Украины. И как я уже говорил ранее, он не украинец. Он родом с Востока. Он вырос, как русскоязычный человек. Он полностью русифицирован, ему нет дела до Украины. Он был подобран в качестве марионетки, как вы знаете, олигархом Коломойским и пришел к власти с благословением при поддержке таких людей, как Ньюленд. Итак, это первый пункт. Во-вторых, все глобалистские элиты в Западной Европе и Восточной Европе находятся в беде. Они находятся в положении, которое является несостоятельным. Макрон очень слаб. Шульц слаб, и именно поэтому Шульц убегает от Макрона и его глупых идей так быстро, как только может. Глобалистские элиты, которые правят Западной Европой и, откровенно говоря, управляют нами здесь, находятся в очень опасном положении. Они, вероятно, будут отстранены от власти в ближайшем будущем. Это их последняя отчаянная попытка остаться у власти. Как вы остаетесь у власти, когда вы проигрываете? Ну, вы притворяетесь, что где-то там есть большой враг, который угрожает всем. Вы пытаетесь убедить всех, что вы их спаситель. И именно это пытаются сделать Макрон и его современники. Это не работает. Руководство французской армии высмеяло идею отправки кого-либо на Украину. Они знают, что французские вооруженные силы не в состоянии отправиться туда и что-то сделать. То же самое верно и в отношении остальных европейских вооруженных сил. Любой, кто предполагает обратное, безумен. Мы не в состоянии напасть на Украину. Наша позиция непрочна. Мы не готовы к войне любого масштаба против любой крупной державы на планете. Так что все это чепуха. Это пустая риторика. Это сделано для того, чтобы создать иллюзию, которая, как они надеются, поможет им сохранить власть. Но это не сработает. Сейчас мы поговорим конкретно об этой проблеме, связанной с вооруженными силами Соединенных Штатов. И это часть того, что я хочу осветить, чтобы люди не знали о том, сколько у нас внутренних проблем по этому поводу. И я знаю, что эта проблема близкая вашему сердцу. Но давайте вернемся ко всей этой истории с Макроном две секунды назад, потому что если это его, то это авантюра, который ему не придется действовать по этому поводу. Потому что сегодня утром вышел подкаст, я полагаю, в котором говорится о том, что он говорит, и другие говорят о том, что не только если Россия вступит в НАТО. Может возникнуть проблема, но если Россия двинется на Одессу, это может стать красной линией, которая может привести к действиям. Сейчас я думаю, что вы сказали что-то о том, что это возможно две секунды назад. Если Россия начнет двигаться в этом направлении, потому что у Украины нет согласованного урегулирования, то Макрон окажется в положении, когда он либо будет разоблачен как хладнокровный, и не имеющий в виду то, что он сказал, либо будет действовать, посылая французские войска в Украину. Что было бы абсурдно. Так куда же все это идет? Единственное, что хуже, чем спровоцировать ненужную войну, это попытаться обмануть свой путь через нее. И это то, чем заняты все на Западе. У нас закончились боеприпасы, закончилось оборудование, у нас не хватает обученных войск. Для этого нет никакого стимула. Население Европы начинает медленно, но верно пробуждаться к реальности того, что Россия не представляет для них никакой угрозы. Итак, опять же, все это иллюзия. Что касается Одессы, то с самого начала этого кризиса и конфликта было совершенно ясно, что русские двинутся на те территории, которые исторически были русскими и где проживали русскоязычные. Одесса никогда не была частью Украины, точно так же, как Крым никогда не был частью Украины. А восточные районы в бассейне Дона всегда были русскоязычными и принадлежали русскому народу. Все это чепуха. Российское руководство заявило, что когда все это закончится, Карков, еще один исторический русский город, наряду с Одессой, снова станет русским. В этом нет ничего нового. Если мы попытаемся выступить против русских и пересечь границу, будь то из Молдавии, Румынии или Польши, в попытке остановить захват русскими Одессы. Мы окажемся в состоянии войны с Россией, потому что русские тоже очень ясно дали понять, что они этого не потерпят. Они не потерпят присутствие НАТО на Западной Украине. Вот мы и вернулись к первоначальному требованию. Вот что происходит на первом месте, так это присутствие НАТО на Украине. Именно так. Так что если они войдут туда, они окажутся в состоянии войны с Россией. Россия к этому готова. Генеральному штабу в Москве уже было дано указание рассмотреть возможность мобилизации еще 800 тысяч военнослужащих для ведения более широкой войны, если потребуется. Это не то, чего хотят русские. Москва этого не хочет. Путин пытался покончить с этим почти с самого начала. Мы не признаем этого, потому что мы проигрываем. И как только вы окажетесь в проигрышном положении, вы будете делать все, что в ваших силах, используя контроль над СМИ и правительством, чтобы попытаться убедить свое население в том, что вы не проигрываете. Хорошо. Забавно, что ты упомянул об этом. Потому что это идеальный переход к тому, что мы вырезали музыку из этого видео. Потому что я не хочу, чтобы у меня возникли какие-либо проблемы на YouTube, но посмотри это видео, можно поговорить об этом. По сути, это реклама НАТО, в которой рассказывается о том, насколько мы сильны с этим новым скандинавским ответом в 2024 году. Я имею в виду, что это выглядит так, как будто это потрясающая и крутая штука, и мы крутые, у нас есть бомбардировщики и все такое прочее. Но все это игра в наперстке. Я имею в виду, что под всем этим нет никакой реальной основы для того, чтобы мы были действительно готовы к войне с Россией, у которой теперь есть два года высокого уровня боевых действий. По правде говоря, норвежцы были лучше подготовлены в 1940 году к нападению немцев, чем они есть сегодня к тому, что могут сделать русские. А немецкая атака была слабой по сравнению с тем, что русские могли бы запустить. Это очень трагично. И я вижу всех этих милых девушек в военной форме, притворяющихся серьезными боевыми солдатами. И это, конечно же, безумие. С этими людьми на поле боя случится самое худшее, что только можно себе представить. Людям в Скандинавии, особенно в Норвегии, пора проснуться, проснуться и понюхать кофе. Единственный способ избежать войны с Россией, это прийти к соглашению с Россией прямо сейчас в Восточной Европе и перестать угрожать России. Все, что делает это видео, убеждает русских в том, что теперь у них есть большая угроза в Норвегии, которая на самом деле существует. То же самое верно и в отношении Финляндии и Швеции, где они говорят о размещении сил НАТО вблизи полярного круга с ракетами, которые могут угрожать России. Это чистое безумие. Все это только усугубляет ситуацию и обостряет напряженность. Но знаешь ли, по телевизору это выглядит великолепно. Люди выпячивают грудь, они чувствуют себя прекрасно. Они думают о себе как о чем-то, чем они не являются. Мы к этому не готовы. Никто из европейцев не готов. Нам нужно это остановить. Мы это делаем. И если бы это была единственная проблема, о которой нам нужно было беспокоиться, это было бы серьезной проблемой. Потому что очевидно, что это может очень легко перерасти в обмен тактическими ядерными ударами, что просто непостижимо, чтобы кто-то на Западе. Независимо от того, что происходит внутри страны, кто бы не хотел удержать власть, на самом деле пошел бы на потенциальную ядерную эскалацию. Или каким-то образом ввел себя в заблуждение, полагая, что ну Россия на самом деле этого не сделает, потому что они знают, что бы они не думали. Но это буквально игра в рулетку и просто надежда, а не настоящая стратегия. Потому что Путин совершенно ясно дал понять, что он готов это сделать, если на него нападет НАТО. А если нет, то в этом нет никакого риска. Но... Ну что же. Дэн, если можно, я просто скажу еще раз. Если мы столкнемся с русскими, и это будет на их условиях. Если это будет на Западной Украине, или если уж на то пошло, на севере Норвегии. Я имею в виду, что я не могу представить себе ничего более глупого, чем это. Но если мы это сделаем, мы окажемся перед прискорбным выбором. Либо признать поражение и провести бесславный вывод войск, что я думаю было бы неизбежно. Либо использовать ядерное оружие, чтобы компенсировать нашу слабость на земле. Помните, если вернуться к 1969 году, происхождение концепции гибкого реагирования было совершенно ясным. Мы не хотели оказаться в таком положении. Мы хотели иметь достаточно обычных вооруженных сил, чтобы сдерживать русских. Это означало дать понять Советскому Союзу в тот момент времени, что если они нападут на нас, у нас будет достаточно сил, чтобы эффективно противостоять им и сорвать атаку. Это очень отличается от того, что мы делаем сейчас. Мы угрожаем России нападением с помощью серии атак. Это не тот способ, которым вы заключаете мир. Именно так вы развязываете войну. Верно. И на самом деле это мой главный побудительный мотив. Или скорее беспокойство заключается в том, что мы продолжаем предпринимать действия, которые не сдерживают врага. Не делают нас более безопасными, не ведут к урегулированию путем переговоров, но увеличивают вероятность войны. И к сожалению, это не просто так. А теперь вот это. Следующий. Здесь есть один маленький момент. В 2019 году я был приглашен на специальный ужин в национальный интерес. И на ужине присутствовало несколько неоконсерваторов, которые были настроены очень антироссийски в своих взглядах и, кстати, не стеснялись выражать свою враждебность русскому гостю. И когда все это закончилось, я вовлек одного из них из Атлантического совета в дискуссию. И я сказал, разве вы не понимаете, что если вы будете настаивать на этом вопросе на востоке Украины, вы окажетесь втянутыми в войну. И он посмотрел на меня и сказал, о, это нелепо. Никакой войны не будет. Это не то, чего мы хотим. И никакой войны не будет. Ты не понимаешь. Россия на это не пойдет. Мы с самого начала в корне неверно оценили и просчитали Москву. Пора остановиться. В некоторые моменты вы должны прислушиваться к тому, что говорят люди в Москве, и относиться к этому серьезно. Мы этого не делаем. Они совершенно ясно дали понять, что если мы каким-либо образом вмешаемся в западную Украину, мы окажемся втянутыми в войну с Россией. И эта война может выйти на глобальный ядерный уровень, если мы не останемся в стороне. Мы этого не хотим. Ни один здравомыслящий человек, ни один президент Соединенных Штатов за последние 80 лет даже не рассматривал бы такое нелепое предположение. Верно. Это моя забота. Я не хочу, чтобы это было в прошедшем времени. Этого не было в течение 80 лет. Я хотел бы видеть, как это продолжается в будущем. Но сейчас мы распространились на Ближний Восток. Сейчас я не хочу углубляться во всю эту войну между Израилем и Хамасом и во все, что с этим связано. Мы могли бы провести целое шоу на эту тему. Но этот комментарий Джона Болтона в минувшие выходные, я думаю, действительно выражает то, о чем, по-видимому, думала элитная группа в Вашингтоне, независимо от их политического происхождения. И, конечно же, есть много сторонников как справа, так и слева того, что здесь говорит Болтон. Это не война Хамаса против Израиля. Это не палестинская война против Израиля. Это не арабская война против Израиля. Это иранская война против Израиля через ряд суррогатных террористических организаций, таких как Хамас, Хуситы в Йемене, Хизбалла в Ливане и Сирии, шиитские ополчения в Ираке и Сирии. Все это является частью стратегии огненного кольца, которую Иран создавал на протяжении многих лет. И относиться к Газе как к очагу конфликта, это уже само по себе ошибка. И администрация просто не укажет пальцем на Тегеран, который является эпицентром всего этого. Так что это похоже на огненное кольцо, охватывающее всю территорию. Нам нужно развязать войну повсюду. Определенно, сохраняйте все наши войска в Ираке, Сирии и повсюду на Ближнем Востоке и расширяйте их. Ясно, что он хочет вторгнуться в Иран, где он просто болтался в течение долгого времени. Но в национальных интересах Америки нет ничего, что могло бы извлечь выгоду из расширения войны на Иран. И я не знаю, Дук. Я думаю, что никто не извлек урок из 2003 года, когда мы развязали войну против Ирака, в которой не было необходимости и которая фактически передала Ирак Ирану. Так что наша позиция была ослаблена из-за этого. И теперь он хочет каким-то образом сделать это снова. Я даже представить себе не могу логику, которая стояла бы за этим. Он выражает точку зрения, которую многие из его коллег, как вы указываете, долгое время разделяли на кольцевой дороге. Они стали очень богатыми и процветающими в результате того, что выступали за войну с Ираном. Мистер Болтон стал советником президента Рейгана по национальной безопасности по настоянию Шелдона Адельсона. И Шелдон Адельсон, конечно же, был ярым сторонником войны с Ираном. У нас был президент или сенатор Маккейн, который является Норманом Портретсом, который был его советником по национальной безопасности, если хотите. Который говорил о том, чтобы просыпаться каждое утро и молиться каждую ночь о том, чтобы мы вступили в войну с Ираном. Это тот же самый старый трюк. Ничего не изменилось. Иран, вопреки распространенному мнению, не стоит за всем этим. В регионе действует множество сил, которые имеют мало или вообще ничего общего с Ираном. На самом деле некоторые из самых опасных сил, таких как ИГИЛ, на самом деле были нацелены против Ирана и против шиитов внутри Ирака и Сирии. Я думаю, что это старая проблема. Это никуда не денется, потому что эти люди очень хорошо финансируются. Мистер Болтон миллионер, и он заработал эти деньги не в бизнесе. Эти люди извлекли выгоду из лобби. После войны лобби контролировало Палату представителей, Сенат, а сейчас и Белый дом. Ты слышал, как президент Байден повторял снова и снова, что бы я ни делал, я ни при каких обстоятельствах не собираюсь лишать Израиль боеприпасов, поставок, поддержки и денег. Ну что же, если ты не собираешься этого делать, то в Газе ничего не изменится. И именно это все ему говорят. Он знает, что это простой жизненный факт. Так что в том, что говорит нам Болтон, нет ничего нового, но это неправда. Это ложь. Здесь задействовано много-много других сил. И сегодня мы заинтересованы в том же, в чем всегда были заинтересованы в регионе, а именно в стабильности и процветании. Чтобы добиться стабильности и процветания, вам нужна определенная доля мира. Мы не поддерживаем никаких усилий по установлению мира. Мы поддерживаем усилия по разжиганию более широкой войны. И мы добьемся своего. Когда закончится Рамадан? Я бы сказал, что после 9 и 10 апреля все ставки отменяются. Мы увидим, как люди объединяются в новые организации и будут предприняты соответствующие действия. Людям в любом регионе требуется время, чтобы собраться вместе и что-то сделать, особенно в мусульманском мире. Но чудесным образом это происходит. И я думаю, что это прискорбно, потому что в этом нет необходимости. Мы могли бы это остановить. Абсолютно точно. На 100%. Но возвращаясь к вашей точке зрения, на случай, если кто-то пропустил это, в минувшие выходные кое-что произошло, на самом деле, во время Государственного Союза. Возможно, вы слышали, как президент Байден был пойман на горячем микрофоне, когда он сказал, что у него будет встреча лицом к лицу с Нетаньяху. И в минувшие выходные его спросили, есть ли красная черта. Потому что вы сказали, что операция Рафаа — это красная черта. И его спросили, что вы имеете в виду под этим. И вот его ответ. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение. Так что никакой красной черты нет. Я собираюсь прекратить поставки оружия, чтобы у них не было железного купола для защиты. У них его нет. Но есть красные линии, которые, если он их пересечет, вы не можете допустить, чтобы в результате погибло более 30 палестинцев. Есть и другие способы справиться с травмой, нанесенной Хамасом. Это было ошеломляюще даже для Байдена, буквально сказать это после того, как он сказал, что есть красная черта. А затем по национальному телевидению, глобальному наблюдению, особенно в Тель-Авиве, сказать, что на самом деле никакой красной черты нет. И я не собираюсь останавливать его. Так что, по сути, он просто дал Нетаньяху огромный зеленый свет делать все, что он хочет. У мистера Нетаньяху есть только один реальный вариант на данный момент, и это эскалация. Он втянул Израиль в конфронтацию с регионом. На данный момент они думают исключительно об арабах, Палестине и секторе Газа. Они рассматривают возможности с Хизбаллой, но они, несомненно, войдут в Ливан и вступят в бой с Хизбаллой. Но они думают, что овладели моментом. Они думают, что овладели моментом, потому что видят в нас своего, по сути, послушного слугу и готовность вооруженных сил Соединенных Штатов. Возможно, только военно-воздушных и военно-морских сил, но тем не менее вмешаться и поддержать все, что они хотят сделать. До тех пор, пока в Вашингтоне и Лондоне существует эта безоговорочная поддержка Гэна Нетаньяху, он будет нагнетать обстановку. И после окончания Рамадана я не знаю, будут ли они ждать так долго, чтобы войти в Рафу или нет. Но как только это закончится, весь регион претерпит огромные преобразования. И мы окажемся на пути к региональной войне, которую мы не сможем легко остановить. Прямо сейчас у нас есть возможность, если мы захотим это сделать, остановить все это и настоять на чем-то другом. Но очевидно, этого не произойдет. И именно поэтому вся предпосылка в начале шоу заключается в том, что Байден делает все возможное, чтобы подлить масло в огонь потенциальной войны, а не сделать что-то, чтобы ее потушить. Итак, мы уже говорили о том, что произошло в России, о том, что происходит в российско-украинской войне, о катастрофических последствиях там и о том, как мы просто продолжаем катиться дальше. А теперь вот он говорит о том, что подливает масло в огонь войн здесь, что ведет нас в противоположном направлении от мира. И даже в последнее время у нас появились новые дополнения здесь, в Северной Корее. Так вот, во время правления администрации Трампа, во время Вашего пребывания там, Трамп пытался свести это к минимуму и снизить угрозу и напряженность. И он сократил количество репетиций, полевых учений, всего такого рода вещей, совместных маневров. Но теперь, согласно этой статье, опубликованной сегодня в журнале Wall Street Journal, в этом месяце в уравнении появилась палка, поскольку США и Южная Корея проводят расширенные ежегодные весенние учения. Количество неудавшихся учений удвоилось по сравнению с количеством участвующих войск. И в беспрецедентном количестве участвуют 12 стран, не являющихся членами ООН, включая такие страны, как Франция, Канада и Филиппины. Почему? Что происходит такого, что заставило бы нас сказать, о, угроза растет, когда я имею в виду, что у Северной Кореи было ядерное оружие во время правления администрации Трампа? Это не изменилось. Послал ли Ким Чен Ын что-то, что бы это ни было, наращивая это, Ким Чен Ын, как Путин и как некоторые из них на Ближнем Востоке, наращивает свою сторону. Когда вы начинаете наращивать свои военные учения здесь, что же происходит с проблемой Северной Кореи в администрации Трампа и Байдена? Ну, помните, когда Трамп отправился в Ханой с соглашением, подготовленным для подписания с господином Кимом, оно было направлено на денуклеаризацию полуострова. Это соглашение было саботировано, свергнуто и в конечном итоге отменено с помощью Болтона и Помпео, которые оба были сертифицированными неоконсерваторами, приверженными конфронтации и конфликту. К сожалению, президент Трамп, как это часто случалось в прошлом, отступил. Он пошел на попятную. Ему не следовало этого делать. Если бы мы продолжили это соглашение, которое, кстати, имело сильную поддержку со стороны Пекина, потому что Пекину, в частности, не нравится Северная Корея. Китайцам она никогда не нравилась. Им это совсем не нравится. Они рассматривают это как опасное государство, которое может легко втянуть их в войну, в которой они не хотят сражаться. И это уже случалось раньше, в 1950 году. Верно. Спонсором Северной Кореи исторически является Москва. Именно Москва пришла на помощь Северной Корее, предоставила ей оборудование и технологии. И как только мы дали понять, что собираемся затянуть эту войну в Украине, решение Москвы состояло в том, чтобы предоставить Северной Корее все больше и больше опасных технологий и возможностей. Потому что они рассматривали это как способ уравновесить то, что мы делаем в Европе. Это нарастающая проблема, которую необходимо остановить. Но то, что мы делаем, как и следовало ожидать, ведет к эскалации. Мы посылаем Северной Корее сообщение о том, что на самом деле она находится в большей опасности, чем когда-либо. И мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы напасть на них. Мы также размещаем, кстати, советников на небольших островах у побережья Китая. Я не знаю, известно ли это кому-нибудь, но мы разместили там некоторых военных советников на так называемых Куэмэй и Мацу, двух островах, которые находятся ближе к материковой части Китая, чем Тайвань. Я не знаю, что мы делаем на Тайване, но очевидно мы хотим отправить туда больше денег и оружия. Повсюду на евразийской периферии мы усиливаем эскалацию, потому что в течение последних 50-60 лет, иногда успешно, а иногда нет. Мы заставляли запугиванием, бомбардировками и санкциями страны соглашаться с нами. Так вот, во Вьетнаме это не сработало. Я бы сказал, что это также не очень хорошо сработало на Ближнем Востоке. И этот подход с треском провалится в Корее. Я не удивлюсь, если это будет продолжаться гораздо дольше, если южнокорейцы сами не вышвырнут нас с полуострова, рассматривая нас как опасный катализатор войны. Если они это сделают, я думаю, что китайцы поддержат их. И я думаю, что даже японцы, которые очень боятся того, что может произойти на евразийском континенте, вполне могут согласиться с этим. Но согласятся они или нет, вероятно, не имеет значения. Правда в том, что все, что мы делаем, противоречит здравому смыслу. Ты прав. Вместо того, чтобы просто прийти и сказать, послушай, ты же знаешь, мы не хотим войны. Мы говорим, что хотим. Мы бы с удовольствием начали войну, пожалуйста, присоединяйся к нам. Ты знаешь, люди говорят, ну если ты занимаешь такую позицию умиротворения, то, по-моему, вся эта затея с умиротворением неправильно истолкована. Если ты не готов бороться, если у тебя нет для этого необходимых средств, если в твоем обществе царит беспорядок, если твой экономическая мощность находится на низком уровне. И вы сталкиваетесь с очень опасным финансовым кризисом, основанным на ваших расточительных расходах и неспособности управлять своей страной в финансовом плане. Что является нашей проблемой? Вы не в том положении, чтобы кого-то обвинять. Значит, ты не хочешь войны. Если ты идешь на войну, то ты хочешь идти на войну тогда, когда ты готов, когда у тебя есть чертовски хороший шанс победить в ней. Прямо сейчас мы нигде не воюем, мы этого не делаем. Прямо сейчас. Мы это делаем. Это как раз то, чего я хочу коснуться здесь. Я упоминал, что на самом верху существует неизвестная или не совсем понятная опасность для нашей национальной безопасности, которую начинают создавать все эти события. И ты несколько раз упоминал в ходе этого шоу, что мы не готовы к борьбе. То же самое ты сказал и в интервью Такеру Карлсону. Ты сказал, что мы не готовы к этому. И вот в сегодняшних новостях появилось последнее доказательство того, почему именно это называется самоубийствами на обочине и страданиями в измученном армейском сообществе. И то, о чем они здесь говорят, это то, что темп операций просто сокрушает наши силы, потому что мы разбросаны по всей Европе в больших количествах. Мы в Африке, мы на Ближнем Востоке, мы наращиваем темп в Азии. От всего этого никуда не деться, и это сокрушает наших людей. Бронетанковые войска должны тренироваться изо всех сил, чтобы быть готовыми. Генерал сказал, что тот, кто за это отвечает, или извините, отставной генерал, но это не может продолжаться бесконечно. И так, что каждые 18 месяцев они могут отсутствовать в течение 9 месяцев. Именно это их и сокрушает, что приводит к росту числа самоубийств, о чем здесь и говорится. Далее в этой статье говорилось о еще более практических проблемах, связанных с возможностями технического обслуживания. И у них даже были так называемые королевы технического обслуживания бронетанковой техники, где у них не хватает запасных частей обслуживающего персонала для ремонта техники. Так что они просто держат здесь один участок техники, который используется только для того, чтобы грабить его на запчасти, чтобы поддерживать в рабочем состоянии остальную часть техники, насколько это возможно. И эти вещи не могут быть поддержаны. И Дук, никто не знает этого лучше, чем ты, потому что ты был командиром эскадрона бронетанковой кавалерии. Ты, конечно же, руководил нами в танковом бою, большом танковом сражении и буре в пустыне. Так что не мог бы ты дать нам подсказку о том, насколько серьезна на самом деле эта проблема. Нам определенно нужна регулярная армия численностью около 600 человек с середины до конца 1990-х годов, чтобы поддерживать операции по всему миру, к которым мы были привержены. Есть нежелание это признать. И у нас неоднократно возникало искушение взять деньги и оборудование, а также обещание модернизации технологии серебряной пули в качестве компенсации за сокращение численности личного состава. Другими словами, мы дадим вам этот модный вертолет, эту новую боевую систему, что бы это ни было. В обмен на что, как вы знаете, мы сократим еще 30, еще 20, еще 50 человек, эта сила прогнила до основания. Это не просто следствие неправильной структуры для неправильного века, так оно и есть. У нас нет глубины ни в плане боевой мощи, ни в плане логистики и обеспечения. Так что если бы вы попытались отправиться на Ближний Восток или в Восточную Европу и воевать, вы бы, вероятно, обанкротились максимум через 60 дней. Если бы вы продержались 30 дней, я был бы удивлен. У нас нет той фундаментальной силы, которая была у нас в 1990 и 1991 годах. Сейчас я не выступаю за призыв на военную службу или что-то в этом роде. Я думаю, что мы могли бы содержать лучшую и более многочисленную армию, в этом есть смысл. Но мы изымаем ресурсы из армии, чтобы платить за другие вещи. И что еще хуже, мы препятствуем поступлению на службу компетентных, талантливых людей. Это именно то, о чем я собирался упомянуть дальше. Потому что существует проблема с набором персонала, которая напрямую связана с этим, потому что люди видят подобные вещи. Может быть, главная тема обсуждения, говорящие головы там наверху, могут говорить обо всей этой грандиозной чуши, как это сделал Болтон два дня назад. Но обычные люди, те люди, которые нам нужны в вооруженных силах, видят это таким, какое оно есть. Они говорят, черт возьми, нет, я не собираюсь быть частью этого. Что же это правда? Но ты также теряешь талант. Люди, которые в противном случае могли бы остаться и служить в течение многих лет, уходят, как только у них появляется такая возможность. У меня есть несколько родственников, которые прямо сейчас служат в армии. Один племянник служит в военно-морских силах Соединенных Штатов. И все они говорят мне одно и то же. Все хотят уйти из этих вооруженных сил, как только у них появится такая возможность. И сейчас в армии им говорят, что вы, возможно, не сможете уйти, даже несмотря на то, что срок вашего контракта, каким бы он ни оказался, четыре года пять лет истек. Потому что у нас нет никого, кем можно было бы вас заменить. Так что мы будем вынуждены продлевать его. Ну, такого рода вещи тоже не очень хорошо работают. Наши вооруженные силы уже много-много лет перенапряжены до крайности. Ты знаешь это с тех пор, как ты еще служил на Балканах, в Юго-Западной Азии, на Ближнем Востоке. Это не просто серьезная проблема с моральным духом. Это моральные убийцы. И люди, которые могут заниматься другими делами и хотят заниматься другими делами, уйдут. Смотри, вся структура вооруженных сил — это катастрофа. Все это нуждается в капитальном ремонте. Накладные расходы просто ужасающие. И в высших эшелонах власти нет никого, кому было бы не наплевать. Вот что меня действительно, действительно огорчает. Одна из вещей, которую я усвоил по мере того, как я рос в армии и сталкивался со все большим количеством старших офицеров. Это то, что они смотрят на рядовых солдат, как на своего рода взаимозаменяемые части. Так что 10 уйдут, мы найдем еще 10 на следующей неделе. Нет, ты этого не сделаешь. И насколько хороши эти люди. Человеческий капитал имеет значение. Человеческий капитал — это все. Все. Да? Это все. Это все в частном секторе. Это все в вооруженных силах. Ничего из этого не работает. Так что, возвращаясь к исходной проблеме, у нас есть болтуны, которые находятся на вершине правительства Соединенных Штатов и НАТО, давая обещания, которые мы не можем выполнить. И это опасно, потому что русские не блефуют. То, что у них есть, реально. То, что они могут сделать, реально. У них есть уверенность. У них есть социальная сплоченность. У них есть хорошие солидные силы. Наконец-то я был рад увидеть, что начальник штаба армии, по крайней мере, признал это публично. Он единственный, кто это сделал. Мы не хотим вступать в бой с этими людьми. И хорошая новость заключается в том, что они не хотят вступать в бой с нами. Так что, все, что мы делаем прямо сейчас, рассчитано на то, чтобы уничтожить нас, поставить нас в положение, которое является несостоятельным и из которого мы не сможем восстановиться. И это возвращает нас к большому страху. Что вы делаете, если вы терпите неудачу, отступаете и сталкиваетесь с разрушением? Что же вы обращаетесь к ядерному оружию? Верно. И это последнее, что мы хотим сделать. Мы никогда не хотим оказаться в таком положении. Вот почему мы разрабатываем гибкий ответ. То, что у нас есть сейчас, это жесткий, негибкий, глупый ответ. Этому нужно положить конец. Американский народ этого не хочет. Их об этом не спрашивают, но они знают, что этого не хотят. Все, чего они хотят, это безопасная граница, прекращение нелегальной иммиграции, прекращение преступности внутри страны. И они хотят избавиться от этих людей, которых миллионами загнали в их страну, которых они не могут трудоустроить, не говоря уже о том, чтобы ассимилировать. И поэтому я думаю, что знаю ответ на этот вопрос здесь. А что если какой-нибудь из этих пожаров, на которые мы сейчас льем бензин, вспыхнет и взорвется? И наши войска действительно будут призваны для ведения реальной войны против компетентного противника, где бы это ни произошло. Как вы думаете, что произойдет, скажем, в первые шесть месяцев любого подобного конфликта с теми силами, которые у нас есть прямо сейчас? Ну, я написал книгу под названием «Предел победы», и первая глава была о британских экспедиционных силах 1914 года и о том, что с ними произошло. А британские экспедиционные силы 1914 года были по британским стандартам очень хорошей армии, но она была очень маленькой. И у меня есть это прямо здесь. Ну, она была неадекватно подготовлена. Она вышла и сделала все, что в ее силах. И чудом Франция была спасена от завоевания. Но эта сила была принесена в жертву. Мы не хотим жертвовать 150 или 200 человеками. Мы не хотим этого делать. И в отличие от 1914 года, когда у британцев был французский союзник, выставивший на поле боя миллионы солдат, у нас нет такого союзника. У нас нет союзников с каким-либо существенным военным потенциалом. Вот в чем проблема. Той великой немецкой армии и военно-воздушных сил больше не существует. Именно на них мы бы остро зависели в случае любого кризиса или конфликта, как вы знаете, этого больше нет. Вы не можете построить это в одночасье. Так что самое разумное, что нужно сделать прямо сейчас, это прекратить боевые действия, заключить наилучшую сделку, которую мы можем заключить для украинской нации. И попытаться помочь украинцам восстановиться, что сейчас очень сомнительно. Вместо этого капиталисты-стервятники хотят прийти и разграбить его, эксплуатировать и использовать в своих собственных целях. И никто в Европе не выступает против них. И никого в Вашингтоне, похоже, это не волнует. А с чего бы им волноваться? Потому что они тоже являются бенефициарами капиталистов-стервятников, да. Так оно и есть. И это на 100% согласовано. На 100% согласовано с тем, что мы должны делать. И очевидно, с нашим нынешним руководством и сумасшедшими, о которых вы только что упомянули, это кажется довольно маловероятным, что это действительно произойдет. Прежде чем я отпущу тебя, Дук, я хочу упомянуть одну из тех вещей, о которых ты действительно поднял вопросы границы или около того. Я не знаю, уравил ли ты это в минувшие выходные, но во время Государственного Союза произошло небольшое столкновение между Лейком Райли и Марджери Тейлор Грин, о которой здесь много писали. Но в минувшие выходные президент Байден обсудил это и сказал действительно странную вещь о нападавшем, который на самом деле убил ее. Линкольн Райли – невинная молодая женщина, убитая нелегалом. Это верно. Но сколько тысяч людей убивают легально? Я говорю своим родителям, что мое сердце болит за вас, потому что я сам потерял детей. Человек без документов, и мне не следовало использовать слово «нелегальный», и я не собираюсь относиться к кому-либо из этих людей с неуважением. Послушай, они построили эту страну. Я просто вынужден почесать в затылке, когда ты не хочешь оскорбить человека, убившего молодую женщину в Америке. Я этого не понимаю. Что же мы живем в перевернутом с ног на голову мире, и этот перевернутый с ног на голову мир. Это мир, в котором преступники, совершающие преступления против американских граждан, на самом деле заблуждаются, слегка не в себе, но в порядке. И их следует вернуть в общество. А нелегальные иммигранты или мигранты на самом деле в порядке. В конце концов, они построили нацию, что, как вы и я знаем, является абсурдной бессмыслицей. Все это слишком напоминает гражданскую войну в Испании. Мы не говорили об этом в прошлом, но это должен быть разговор, который у нас будет в будущем. Потому что в преддверии гражданской войны в Испании так называемые республиканские левые были коммунистами. И они начали говорить о советизации Испании, и они атакуют все, что было испанским. Прямо сейчас мы живем в среде, в которой наше правительство атакует все, что является американским. Как я уже говорил, это правительство и его политика по сути своей антиамериканские. Это страшно. И это просто еще одно проявление того перевернутого с ног на голову мира, который строят люди в Вашингтоне. Что же ты знаешь, Дуб, как я уже сказал с самого начала, тот, на кого мы так надеемся, это одна из групп, которую ты сейчас начинаешь возглавлять. Это наша страна, наш выбор, а не тот выбор, который делается за нас в Вашингтоне. И если бы дело было только в этом, я был бы довольно пессимистичен в отношении происходящего. Но я желаю тебе дальнейших успехов, и надеюсь, что к нам присоединится больше людей. Если вы смотрите нас и еще не присоединились к нам, перейдите на сайт countrychoice.com. Я думаю, что так оно и есть, не так ли? Вы получите адрес. Да, countrychoice.com. И присоединяйтесь к этой растущей команде. Именно так, потому что с помощью цифр мы действительно можем повлиять на правительство так, как ему не нравится, и так, как было бы хорошо для нас. И имейте в виду, мы сотрудничаем с другими организациями, которые придерживаются схожих взглядов. Так что они не должны рассматривать нас как конкурентов, но они должны рассматривать нас как партнеров, потому что мы все сталкиваемся с одной и той же проблемой. Мы пытаемся решить ее мирным путем. Мы хотели бы решить ее с помощью бюллетеней для голосования. Но сейчас дело дошло до того, что многие люди теряют надежду на то, что это возможно. Мы еще не потеряли надежду. Мы все еще верим в это. И мы надеемся, что другие присоединятся к нам. Итак. Именно так. Потому что если дело дойдет до того, что это будет нарушено, и люди в целом, как слева, так и справа, не будут думать, что это единственный способ исправить это.